Интересно, почему гром всегда гремит после вспышки молнии? Молнии-гром — это два различных явления, которые всегда сопровождают грозу. Молния — это яркий свет от электрических разрядов. А гром — это звуковое явление, которое сопровождает разряд молнии. Раскаты грома возникают из-за того, что молния имеет значительную длину. И звук от разных её участков доходит до нашего уха не одновременно. Измеряя интервал времени, прошедший между вспышками молнии и ударом грома, можно приблизительно определить расстояние, на котором находится гроза. Обычно гром слышен на расстоянии до 20 километров. Поэтому, если мы видим молнию, но не слышим грома, то гроза находится на расстоянии более 20 километров. Профессор Почемушкин найдёт ответ на любой вопрос. Интересно, почему в ракушках слышится шум моря? Всё дело в том, что звук моря — это не что иное, как изменённый шум окружающей среды, отражённый от стенок раковины ракушки. Чем больше шума вокруг, тем сильнее шум моря в ракушке. Её размер и форма также влияют на издаваемый шум. Чем больше ракушка, и чем больше у неё изогнутости, тем насыщеннее получается шум. Для того, чтобы услышать шум моря, вовсе не обязательно иметь в доме ракушку. Такой же звук можно получить при помощи обычного стакана или даже ладони, приложив их к уху. В науке такое явление называется резонансом. Профессор Почемушкин найдёт ответ на любой вопрос. Интересно, почему листья зелёные? Зелёный цвет растениям придаёт особый пигмент — хлорофилл. С помощью хлорофила растения улавливают энергию солнечного света и осуществляют фотосинтез, необходимый для их питания. Чем больше света, тем зеленее листва. Осенью, когда света становится меньше, хлорофилл исчезает. Поэтому осенние листва и зелёные постепенно становятся жёлтого, красного и коричневого оттенков. Профессор Почемушкин найдёт ответ на любой вопрос. Интересно, почему вода в море солёная? Дожди и реки вымывают минеральные соли, находящиеся в почве, и уносят их в море. Некоторые элементы, содержащиеся в морской соли, поглощаются живыми организмами. Например, коралловые полипы или моллюски впитывают входящий в состав соли кальций, необходимый им для образования раковин и скелетов. Самым солёным считается Мёртвое море в Израиле. В нём даже рыба не живёт. А газету здесь можно читать прямо в воде, как на солёном диване. Если бы все моря высохли, то соли бы осталось столько, что из неё можно было бы построить по всему экватору стену высотой 282 метра и шириной полтора километра. Профессор Почемушкин найдёт ответ на любой вопрос. Интересно, почему снег белый? Снежинки — это вода, замёрзшая в виде крошечных шестигранных льдинок. Но ведь лёд прозрачный, скажете вы. Правильно, каждая снежинка сама по себе тоже прозрачна. Но почему же тогда снег, состоящий из прозрачных снежинок, белый? Дело в том, что снежинки, падая на землю и собираясь вместе, уже не могут пропускать солнечный свет. Каждый лучик света, попадая на верхний слой снега, преломляется в огромном количестве ледяных кристалликов, снежинок, пока он весь не выйдет обратно. А когда весь свет отражается от предмета, мы видим этот предмет белым. Если бы лучи нашего Солнца были жёлтыми или красными, то и снег тоже был бы жёлтым или красным. На закате или восходе, когда лучи Солнца видятся нам, как розовые, снег тоже становится розовым. Не верите? Проверьте сами. Профессор Почемушкин найдёт ответ на любой вопрос.